Ужасная серая погода, а я начинаю свое утро с каши, времени полдесятого. Почему с каши и почему с рисовой? Потому что я убила свой желудок, свой поджелудочный, в общем, теперь варю себе вот такие пакетики. Завтрак готов. Я до безумия люблю масло сливочное, поэтому тут рисовая каша без молока, чисто со сливочным маслом и апельсиновый сок. Мне кажется, это идеальный завтрак. Всем привет! Забрала Леруську из школы, мы уже приехали в Овнинск, закупились подарками, ой, не подарками, а всякими штучками-дрючками и ждем гостей. Забежали в фикс прайс, купили контейнеры, которые Лера разбила, я купила сразу два масочек, кофе купила, перчатки, где Леря купила рамку, сейчас фотографию вставим, и всяких штучек для умывалок, мицлярку и два вида бантиков. А где, Леря, вторые бантики розовые? А, все, потом покажу. Все, поехали мы домой. Мы приехали домой, повесили уже ловец снов для Леруся, так он выглядит, фикс прайс взяли, не помню цель, но даже не скажу вам. И, в общем, мне кажется, очень круто смотрится. Лера захотела, мам, давай, мам, давай, ну давай, и покупки наши. Итак, два ланчбокса, они абсолютно идентичные тому, который был у нас. Вот так открывается, просто Лера захотела еще и синий цвет, я думаю, возьму-ка я два, вдруг она снимает один, как это случилось с предыдущим. Также два отделения здесь и одно вот в крышечке, небольшое отделение, два бокса по 55 или 59 рублей, что-то недорогие. Две пары резинок, тоже около 55 рублей, бантики белые и розовые взяли, потому что у нас огромные, маленькие надо, а просто с фастами как-то не очень ходить. Взяли вот такую вот рамку, типа, ну прям прозрачно, как она называется, рамка гербарий, но я планирую сюда вставить фотографию Лерину, и она будет вот так стоять, потому что у нас стол вот такой вот тоже прям очень похожего цвета на эту рамку, и, в общем, чтобы хоть чуть-чуть это все сочеталось, то у нас вся мебель получилась, то есть кровать, вот эта вот тумба вся белая, поэтому как-то буду компоновать ее. Конфеты, вот эти очень вкусные, воздушные, покупаю всегда, тоже 59 рублей, и кокосовые, да, повтор. А сейчас нам племянница приедет, Лера взяла им фрутелку и маршмеллоу, что-то 29 рублей и 39 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, в комментариях, кто знает, поправьте меня. Кстати, она взяла две разных маршмеллоу, поэтому по цене не сориентировала. Себе я взяла. А, кстати, Лерия, перчатки еще одни на осень сейчас, серенькие, потому что у нас зеленая куртка, но они такие не супер теплые, но, короче, они не толстые, прям на осень очень хорошо пойдут. Перчатки 79, кажется, рублей, что-то такое. Кофе вот этот я люблю с шоколадной крошкой, 4 штучки себе взяла. А по поводу мицеллярки, а это пенка, насмотрелась, короче, тиктоков и решила себе взять попробовать. Хоть сыворотка мне и не зашла, но, короче, попробую, скажу, вот эту вот пенку взяла. Вот такое масло горчичное я всегда беру, это, наверное, десятый или двадцатый бутылек, в общем, крутое. Расходуется, конечно, оно раза на 3-4 мне хватает, но очень крутое, реально. Взяла вот такой матерующий тоник, тоже насмотрелась обзоров везде, в инстаграм, в тикток, в общем, да. И взяла вот такой гель, тоже, говорят, очень классный. И последнее, что взяла, это маска для волос. Вот такая с органовым маслом. Не знаю, как она будет пахнуть. Давайте откроем, попробуем. Хотя бы попробуем открыть. Ну-моё, одной рукой еще бы как открыть. Сейчас вернусь к вам. Так, открыла я масочку. Такая какая-то консистенция желе, но пахнет нереально вкусно. Сейчас посмотрим, короче. Пахнет реально вкусно. О, боже, мне так хочется сделать сразу маску, но я не буду, нет-нет-нет, потому что у меня волосы чистые. Я только сегодня их мыла и делала другую маску. Это хочется потыкать, она такая, знаете, как пудинг. И пахнет так, что хочется просто облизать и съесть. Короче, вот такая вот маска. Сейчас грязными руками заляпаю. И в целом это все, что мы сегодня купили. Сейчас вставлю вот эту рамочку. Вернее, вставлю фотографию в рамочку. Поставлю ее куда-нибудь и покажу, что получилось. Все показала. А самое главное, которое целью была нашей покупки, я не показала. Я купила Лере... А, ну в машине показала. Ну, короче, купила Лере вот такой пенал для карандашей, чтобы они не валялись. Он маленький, плоский и клевое окошко. И, в принципе, качество хорошее, плотненький такой прям. И себе я купила вот такой пенал. В качестве косметички он будет мне служить. Он совсем маленький. И, в общем, да, туда вместится тушь, карандаш, плеск. Ну, в общем, так, по минимуму. Вот. Пересмотрела я сто пятьсот миллионов фоток. Целая коробка. Еще несколько альбомов. Вот эта штучка убрала. И мне нужны еще такие рамки. Это я точно решила. Потому что... Потому что да. Короче. Либо вот так. Здесь еще резиночки будут стоять. Но это не столь важно. Либо вот так. Либо вот так. И мне нужны рамки для того, чтобы поставить несколько. Хотя бы штучки три фоток. Там одну так и две так. Или две так и одну так. Ну, в общем. Вот. Пока пусть так стоит. Классно получилось. Еще не могу. Там и на море были. В Алане. Сиде, по-моему. Не помню уже где. Ай, вывалилась. Ну, да. Вот эта штука ездит. Или вот так оставить. Круто. Не могу. Как я счастлива, что есть Fixed Price. И он реально крутой. Там можно реально найти крутые вещи. Да. Класс. Класс, класс, класс. Ребят, протерла тоником лицо. И он реально монтирует. Я пришла на солнце. Тут светлое мясо, чтобы видеть. Он реально монтирует кожу. Она вообще не блестит. Не Т-зона, не штука. Нет, вообще класс. И пахнет очень круто. Короче, советую. Тоник точно. Ребята, это случилось. Я не верю. Не верю своим глазам. Я перетащила отсюда 300 килограмм ламината. Вот он весь. В кладовке. А здесь теперь чистая комната. Только убрать вот это все. И из кровати сегодня доделать комод. И все. 300 килограмм. И завтра я покрашу вот эту батарею. Все. Лерина комната закончена. Не считая телека. Какая молодец. Это я, конечно, кулинар. Тут еще сегодня я запекла курочку с картошкой. Картошка не влезла в штуковину для запекания. И я пожарила себе оставшуюся картошку. Тут буквально там, я не знаю, на пол маленькой тарелочки. Слишком много масла с непривычки залила. И теперь все это истекает в дуршлаге, в тарелку. Ну что, ребята, сегодня был семейный день. Мы никуда не ездили, никуда не ходили. Кстати, я помыла везде полы, поэтому шторы поднятые. Пока они сушились, чтобы ничего не замочить и везде промыть. А сегодня был такой лайтовый семейный день. Дима приехал с работы, пошел на тренировку. Сейчас он приедет. Мы сидим покушаем и ляжемся. Спасибо, что посмотрели очередной наш волок. Я рада, что вы нас поддерживаете. И вы с нами. Не забудьте подписаться. Увидимся завтра.